Всем привет, я Арстоцкий, а это Crusader Kings 3 с дополнением Roads to Power и версии 1.13 и сегодня мы с вами посмотрим на игру от лица безземельного искателя приключений и узнаем каково это быть простым авантюристом-наемником. Начинаем! Возвращаемся в наш родной и любимый 1066 год после предыдущего ролика на новой стартовой дате и не обращаем внимания на всех этих персонажей, а сразу же переходим в новую закладку, которая называется странники-изгои. Здесь перечислены интересные безземельные персонажи, авантюристы со всех уголков света. Давайте прочитаем описание. Знатные дамы и господа до того заигрались во власть, что не замечают как мир из-за них начинает трещать по швам. Тем временем великие искатели приключений поднимаются с самых низов, чтобы навеки оставить свой след в истории. Сама судьба избавила их от бремени долга, титулов и венцов, их дом-дорога, а их возможности безграничны. Великое мужество, острый юм, амбиции, вот оружие, которым вы завоюете славу и почет. Сумеете ли вы пройти этим путем через пыль, грязь и лишения, чтобы стать легендой? Ух, звучит многообещающе, но давайте пробежимся быстро по персонажам, за которых нам предлагают поиграть. Хериверт Бдительный, англосаксонский изгнанник, которому предстоит возглавить сопротивление против нормандских завоевателей и стать народным героем. Роберт Франгопол, нормандский наемник, ветеран иберийской войны, который служит византийскому императору. Хасан Сабах, основатель ордена ассасинов, фанатично преданный исламу. Сулейман Ибн Кутулмыш, который после поражения в борьбе за сельджукский престол намеревается создать румский султанат и пойти против византийской империи. Вилаяда Бинталь Мустакфи, дочь халифа Кордовы, которая посвятила жизнь наукам и планирует сломать традиционные уклады муаладизма и стать наследницей мятского халифата. И Родриго Диас Кампиадор, за которого мы сегодня будем играть, поэтому давайте уделим ему больше внимания. Потомок благородного рода Родриго заседал в Королевском Совете с юных лет. На службе Санчо II Кастильскому под личным присмотром монарха он постигал придворной премудрости и военное дело. После безвременной кончины Санчо на войне с его братом Альфонсо VI Леонским, Родриго отправился в изгнание. Кто тогда мог подумать, что этот путь сделает его легендой? Сумеет ли Родриго стать Эльсидом, господином и взойти на собственный королевский престол или останется простым дворянином? Сегодня мы это с вами и узнаем. Но, наверняка вы уже обратили внимание, что у некоторых персонажей, которых я показывал, есть особый сюжет. У Родриго Диаса Кампиадора он краткий, у Херверда бдительного подробный, у Вилояды небольшой и у Хасана Сабаха тоже небольшой. Этому сюжету следовать не обязательно, но он позволяет глубже погрузиться в историю персонажей и открывает новые возможности, доступные только определенным авантюристам. Давайте прочитаем завязку сюжета Родриго Диаса Кампиадора. Ваш сюзрен несправедливо решит отослать вас из глаз долой. В изгнании вы сможете решить сохранить или верность, или пойти собственным путем. В конце концов, вам предстоит вернуться ко двору или заполучить ценнейшие земли Валенсии. Давайте начинать. Кстати, дополнение Родс 2 Пауэр выходит уже завтра, 24 сентября. А Купикот снизил и зафиксировал комиссию на пополнение 10% уже сегодня. Вы всегда будете знать, какая именно сумма поступит на баланс благодаря встроенному калькулятору, а пополнение придет за пару минут. Купикот дает 2% кэшбэка с покупок, которыми вы можете пополнить стим и покупать игры, а используя промокод R101, вы удвоите кэшбэк до 4%. 5 миллионов пользователей Купикота пополнили стим уже более 9 миллионов раз, а поддержка Купикот будет готова ответить вам в любое время суток. Поэтому переходите по ссылке в описании и пополняйте стим на самом выгодном сервисе в России. Король приказывает, и я подчиняюсь. Сев в седло, я похлопываю своего коня и в последний раз оглядываюсь на место, которое всегда было моим домом. Король Санчо выразился предельно ясно, меня отправляют в ссылку. Мои враги при дворе затмили его разум. Они не могли смириться с тем, что король так благосклонен ко мне и искали возможность мне навредить. Справа пролетает ворон. Это дурной знак. Итак, здесь у нас есть три варианта. Первый. Я всегда буду хранить вам верность, король. И вот преданный герой отправляется в ссылку. Что произойдет? Начнется песнь об Эль-Сиде, и король заметит вашу верность. Верность Родриго позволяет Эль-Сиду восстановить свое доброе имя и выгодное положение. Но от этой верности можно отказаться, и тогда Эль-Сид получит особые возможности и шанс стать независимым правителем. Второй вариант. Да будет так, кто верен мне, последует за мной. Сид теряет всякую надежду, король Санчо больше не благоволит ему. Здесь тоже песня об Эль-Сиде начинается, но король будет сомневаться в верности Родриго. И изначально я думал спросить у вас, какой путь нам выбрать, быть верным королю или нет. Но я решил, что мы в этом ролике сохраним верность королю. Итак, с чего бы начать? Первым делом давайте познакомимся с капитаном Родриго Компеадором. Многие считают, что нет в этом мире более добродетельного рыцаря. Вы не приемлете похвалы и живете согласно возложенным на себя обетом. Родриго доверчивый, усердный, отважный и сдержанный. Самый настоящий, самый честный и благородный рыцарь. Блестящий стратег, галантный стратег. И имеет уникальное свойство Компеадор, дающий плюс к военному делу, доблести, престижу и мнению общей культуры. На данный момент ему 23 года. И у него нет ни жены, ни детей, только семья, которая живет вместе с ним в лагере. Давайте в него заглянем. Находится он здесь, в баронстве Бургос, в столице Кастилии. Жмем на него. И все, что у нас тут есть, это один маленький шатер. Потому что наш путь только начинается. Мы еще ничего не добились, не заработали денег, но я вижу какого-то крота. Неважно. Наш отряд называется верные вассалы, потому что мы верны королю и будем делать все, чтобы им помогать. Но что есть у нас в шатре первого уровня? Давайте посмотрим. А ничего. Потому что в отличие от особняков в поместях благородных семейств в Византии, лагеря искателей приключений работают и застраиваются немного по-другому. Но благодаря нашей небольшой палатке мы получаем средний бонус к здоровью, две дополнительные ячейки постройки менее и возможность нанять подручного помощник. В дальнейшем бонусы будут увеличиваться, но никаких дополнительных пристройок и улучшений именно на шатер, но никаких дополнительных ячеек именно у шатра нет. Однако мы можем просто построить что-нибудь еще в нашем лагере. Например, вот здесь. Палатку снабжензов, палатку цирюльника, вещевое босс, столовую, жаркий костер, площадку для испытаний или границу лагеря. И вот эти постройки уже можно будет по-всякому улучшать и прокачивать. Вот здесь мы можем посмотреть на внутренние здания палатки снабжензов. Однако, прямо сейчас строить мы ничего не будем, потому что мы с вами безземельные авантюристы, у нас нет никакого абсолютно дохода, мы не владеем землей, не владеем титулами и не получаем никакое жалование. А значит, единственным способом заработка для нас будет выполнение контрактов. Но к ним мы перейдем чуть позже, давайте посмотрим для начала на тех, кто живет с нами в лагере, на наших последователей. Поскольку мы, опять же, не владеем землей, придворных у нас нет, потому что нет двора, все логично. Вместо этого у нас последователи и здесь у Эльсида в лагере только его родственники и друзья. Мать Тереса Трусиха, 42-летняя, дядя Фернанду, друг Мартин, лучший друг Альвар и племянник и наследник нашей банды Педру Фернандуэс. И вот такой вот дружной семьей пока что нам и предстоит выживать, выполнять контракты и хранить верность королю Санчев Трома Сильному. Что я под этим подразумеваю? Мы будем помогать ему в войнах, если у него будут какие-то конфликты, какие-то враги, мы будем стараться от них избавляться. Но при этом мы не будем забывать про наш собственный лагерь и наши потребности. Из интересного мы здесь можем заглянуть во вкладку маркетантов, чтобы посмотреть на наших последователей и тому, как они к нам относятся. Настроение в лагере сейчас надежность. У нас есть 4 сторонника и 1 благодушный последователь за счет сторонников мы получаем. Небольшой плюс к приросту сделок и выносливости армии. Среди сторонников очевидно находятся те ребята, которые ко мне лучше всего относятся, тут почти у всех у меня максимальные отношения. А вот мой дядя Фернанду не так сильно со мной близок, но ничего плохого он про меня не думает, поэтому он просто благодушный. Вот как-то так. В нашем лагере пока что абсолютно ничего нет. Ни престижа, ни благочестия, ни золота мы со зданий не получаем, но у нас есть 1500 припасов. Припасы это очень важная штука для искателей приключений, потому что она расходуется на содержание войска, на путешествия, на переносы лагеря и во время разных событий тратится. В общем, за ними всегда нужно внимательно следить, чтобы они не кончались, иначе наш лагерь начнет голодать и люди будут уходить или что-нибудь еще страшное произойдет. Да, как я и сказала, мы с вами будем выполнять различные контракты, их уже видно на карте. Здесь можно послужить громилой, здесь совершить вооруженное прохождение, а здесь сопроводить эмиссары, это договор на перевозку. И перед тем, как мы отправимся зарабатывать себе на хлеб, давайте сделаем еще парочку вещей. Во-первых, назначим подручных. Мне нужен личный врач, но никого подходящего для этой должности нет. Тогда возьмем караванщика, им будет мой друг Мартин. У меня будет помощник, мой лучший друг Альвар. Хотя, пусть помощником будет Петру, мой племянник, все-таки он наследник пока что, за счет этого я получаю плюс ко всем навыкам. Петру будет моей правой рукой, прислугой, пусть будет моя мать. Она откроет особые действия в событиях и решение унизить прислугу, но я, наверное, не буду свою мать унижать. Да, ее это расстраивает, но она единственная женщина в нашем лагере, и пока мы все будем воевать, она будет за нами убираться. Телохранителем будет мой лучший друг Альвар, и вторым телохранителем будет мой племянник. Все, не хватает только личного врача, но я думаю, мы еще успеем его найти. Давайте заглянем еще во вкладку Державы, и здесь все выглядит не так, как у правителей, потому что державы никакой у нас нет, мы авантюристы. И у каждого лагеря авантюристов есть своя цель. Цель нашего лагеря – наемники. Мы получаем пониженную стоимость погрузки, находим больше контрактов наемников и контрактов, связанных с доблестью и военным делом, плюс у нас появляется доступ к лагерным постройкам и к уникальным лагерным подручным. Главный инженер – распределитель добычи, однако, чтобы их получить, нужно еще возвести специальные постройки. Есть еще нейтральная цель лагеря – скитальцы, ученые с фокусом на дипломатию, управление и ученость, исследователи с упором на путешествие, перевозку, дипломатию, интриги и немного военного дела, разбойники с упором на преступные контракты, заговоры, убийства, похищения, воровство, все вот это. И цель легитимисты, которую можно получить только если у вас есть какая-нибудь претензия на королевский титул. На все это мы с вами обязательно посмотрим в будущем, в следующих роликах, но сегодня мы с вами наемники. И опять же, перед тем, как мы начнем выполнять контракты, давайте сделаем вот что. Поскольку наш лагерь находится в Бургосе, в столице графства, мы можем посетить замковое владение. Давайте это сделаем. Нет человека, который был бы как остров сам по себе, замковое владение Бургоса заслуживает внимания, посмотрим, что ждет нас в этом месте. Мы сможем послушать необычные истории или нанять последователей, провести тренировки с местной элитной стражей или нанять сведущих в военном деле последователей, купить припасы для артефакта, продать артефакты или проштрудировать договоры. Будет интересно. Замок поистине великолепный край, и Бургос не исключение. По всему городу красуются кастильские войска и знамена. Проходя через главные ворота, я замечаю множество стражников, которые наблюдают сверху из амбразуры. Мой лучший друг Аливар с довольным видом оглядывается вокруг. Кажется, смена обстановки ему по нраву. Так, первым делом мы с вами заглянем в замок. Как и следовало ожидать, замок в сердце владения Бургос находится в прекрасном состоянии. Повсюду стоят бочонки со стрелами, копья составлены в аккуратные пирамиды, а из недавно окрашенной конюшни раздается ржание лошадей. Перед воротами располагается тренировочная площадка, у входа скучают солдаты гарнизона, кто-то дремлет, кто-то начищает оружие. Аливар задумчиво оглядывается, его внимание привлекает колышущиеся на ветру знамя с гербом дома Химена. Пойдем на тренировочную площадку. Джимена стоит по стойке смирно, пока старший офицер осматривает учебное снаряжение. Стоит командиру удалиться, как к оружейнику возвращается его обычное расположение духа. Сгорбившись, опустив голову, он будто уменьшается ростом. Тут он замечает меня, его глаза сужаются от злости. Хех. К сожалению, никакой из возможных вариантов нам не доступен. Мы не можем размяться, потому что не хватает золота. Не можем нанять старшего оружейника, потому что у нас нет площадки для испытаний. Значит, уходим отсюда. Посмотрим, сможем ли мы нанять парочку крепких парней с гарнизона. Внутри темного душного помещения стражники обустроили место для драк. Сейчас там двое воинов увлечено молоть, а друг друга их подбадривает горстка зрителей. Наблюдая за схваткой, я понимаю, что боец по имени Фруэлла гораздо опытнее своего соперника Муньё пропускает удар за ударом. Дождавшись окончания поединка, я подхожу поближе. Бойцы с любопытством оборачиваются ко мне. Мы можем нанять Фруэллу, истязателя с неплохой доблестью, либо Муньё, вероломного священного воина, тоже с неплохой доблестью, но они очень дорогие. Поэтому давайте просто сыграем в кости. Потеряем стресс и, может быть, заработаем 15 монет. Вы выигрываете партию, Муньё заплатил 15 и Фруэлла тоже. Кайф? Возвращаемся на главную площадь. И направляемся в таверну. В таверне шумно, за столами у стойки толпятся костильцы и путешественники из дальних краев. В глубине зала, прямо возле очага, кто-то рассказывает историю, а за ближайшим столом сидит кучка неопрятных бездельников. Они возмущенно доказывают служанке, что в их кружках заканчивается вино с пряностями. Альвар оглядывает собравшихся, его глаза блестят от любопытства. Давайте послушаем какую-нибудь историю и сядем у огня. Узнав, что её соблазнила её родной братку Лерва, она бросилась со скалы и покинула этот мир навсегда. Но это уже, как говорится, совсем другая история. Пригубив из чаши, на дне которой ещё остаётся вино, рассказчик загадочно улыбается и устраивается поближе к очагу. Да, какую ещё историю мы могли услышать в таверне, если не про инцест? В этой истории есть чему поучиться, можно увеличить навык учёности, опыт или получить модификатор экзотической учёности. Как тебе это удаётся, Алонсо? Откуда в тебе такой дар рассказчика? Платим ему золото, получаем опыт сноровки. Это меня не интересует, можно просто потерять три стресса. Но у меня всё равно его нет, так что давайте попробуем чему-нибудь поучиться. Опыт учёности увеличен на 100. Мелочь, но окей. Посмотрим, кого тут можно нанять. Скорее всего, никого, потому что денег у нас нет, опять же. За интересованные моим предложением Кастильцы представляются как Мененда Непритязательный, Педру Болтливый и Авеку Безропотный. Хмыкнув, Альвар оглядывает кандидатов, пока я размышляю, кого из них нанять. Но сначала поговорим о цене. 85, 94, 112. Не, ребятки, вы мне, пожалуй, не нужны, хотя Авеку вот у нас силач с хорошими интригами, что может быть полезно. Но было приятно познакомиться, я пока что на мели. Возвращаемся опять и посмотрим, что ещё интересного есть в Бургосе. Мы можем попасть в лавку торговцев припасами и скупщиков артефактов. Погнали, купим припасы. Морковки, ткани, ницки и дрова. В лавке купца по имени Гутьерра можно найти припасы на любой вкус и кошелёк. Здесь есть всё необходимое для ночёвки в глуши. Я подхожу поближе, чтобы привлечь внимание хозяина. Он говорит, едва глядя в мою сторону. Чего надо? Альвара, похрустывая пальцем, еле заметно кивает в сторону припасов и шепчет. Поможешь с отвлекающим манёвром? Хе-хе. Мы можем заплатить 50 золота за 1000 припасов, забрать припасы силой, просто запугать торговца. Или с помощью Альвара украсть припасы. Но шанс тут очень низкий, да и воровать я не хочу. Вот запугать звучит неплохо. Мы, конечно, не разбойники, не бандиты, но у нас есть сила. И припасы нужны нам для того, чтобы служить королю. Логично? По-моему, да. Ну ладно, раз уж я выиграл в кости в таверне, я готов заплатить 50 золота за 1000. И напоследок сходим к городскому глашатаю. Завидев меня, глашатая оживляется и начинает рассказывать о ближайших договорах, объявленных местной знатью. Его спутник — дружелюбный старый кот с бело-серо-коричневыми пятнами. Разглядывает меня небесно-голубыми глазами, пока я внимательно выслушиваю предложения. Требуются крепкие телом для исполнения воинских обязанностей, образованные хранители для научной работы, умелые управляющие для организационных вопросов. Так, меня интересуют воинские обязанности. Договоры наемников нам нужны. Все. На главной площади заметно похолодало. Гордо готовится к наступлению темноты. Люди расходятся по домам или перебираются под крышу. Альвар выглядит немного уставшим. Я не из тех, кто постоянно жалуется, но надеюсь, мы здесь закончили, лучший друг. С надеждой говорит он. Да, все, закончили. Я думаю, вы тоже уже хотите отправиться в приключения, наконец-то. Уходим отсюда. Мы посетили бургос, купили припасы, послушали истории, получили контракты. Давайте выберем образ жизни. Конечно же, нас интересует военное дело, но здесь... Для авантюристов они были переработаны. В каждом образе жизни есть только один фокус. У нас в военном деле это доблесть. Примите командование, вдохновляйте своим примером. Скорость происков военного характера. Будет идти быстрее. Мы получаем преимущество, плюс выносливость профессиональных полков. Выбираем. Достоинства некоторые тоже были переделаны специально для авантюристов. Например, удалой лидера. Дает взаимодействие попросить, чтобы убедить правителя в ранге графа или выше начать большой турнир. Полезная штука, если вы хотите проявить себя где-нибудь, в каком-нибудь состязании. Придворная жизнь никаких уникальных штук не дает, но мы сможем на них посмотреть по мере их появления. Окей, отправляемся в путь. Первое, чем я хочу заняться, наверное, послужить игре милой. Заказчик инфанта урака. О, я тебя помню. Мы с тобой матриархат в Испании строили. Саморская графиня нуждается в помощи наемных воинов, умеющих держать язык за зубами. Достойная награда за недолгую и несложную работу. Отправляемся в путешествие. Оно будет бесплатным, то есть мы припасы не тратим, потому что лагерь не переносится у нас. Проезжая мимо кладбища владения Валенция де Кампас и замечая богато украшенный склеп, выделяющийся на фоне остальных могил. Сквозь щель, встреснувший из теней, я вижу, как внутри поблескивает что-то ценное. Мы можем ограбить склеп и получить 50 золота, но за разграбление могил Альфонса Храброе Сердце будет считать меня преступником. Да и не по-рызорски это, так что я не стану осквернять могилы. Прибываем на место. Моя просьба проста, объясняет урака. Мой розовый куст, самора порос шипами. Мне хотелось бы, чтобы вы избавились от этих назойливых личностей. Нельзя, чтобы их исчезновения связали со мной, поэтому вы займетесь этим делом вместо меня. Я задумчиво пробжу пальцем по шее. Нет-нет, объясняет заказчик, никакого кровопролития, просто попрячьте их куда-нибудь, пока они не поймут, что графиня не потерпит неуважения. Вроде бы все просто. Ну да, хорошо, что никого убивать не придется, но видимо нам надо похитить ребят и просто запугать их. Звучит как не особо благородное дело, но если у прекрасной принцессы есть какие-то неприятели, Родриго Компиадор не откажет в помощи. Как и в обычных происках, теперь у нас есть несколько вариантов, каким образом это все выполнять. Мы можем взять соучастника, который поддержит нас разными способами, соучастника, который увеличит шанс успеха или который ускорит происки. Но меня интересует, наверное, больше шанс успеха, думаю, много времени это дело все равно не займет. Мы берем Громилу, им будет Мартин, еще одним Громилой будет мой наследник, телохранителя Малевар будет, моя мать выполнит роль изгнанника, она сможет многое выведать. Никого не интересует, зачем бродяга слоняется среди теней или почему попрошайка просит подаяние именно под этим окном. Моя мать с этой работы справится. И головорезом будет мой дядя, это, кстати, ответственная роль, но из-за своей честности он будет так себе работать. Ай, ладно. Других вариантов все равно у нас нет, это вся наша банда. Потенциал происка в 74%, окей, ждем, ищем возможности, чтобы выполнить работу успешно. Ой, Иисус, куда делся мой прежний сын? Один твой вид выводит меня из себя, вскипает Тереса. В последнее время такие ссоры стали обыденностью, мы постоянно спорим о наших планах и методах, не стесняясь выражениях. Любое разногласие превращается в многочасовую ссору. Когда-то я думал, что общее дело нас близит, но теперь ясно, что от контракта нет никакого толку. Отношения с матерью Эль Сида переживают, видимо, не лучшие времена. Прошу, Тереса, хватит. Она в любом случае потеряет мнение обо мне, но, может, я смогу смягчить ситуацию. Ваши слова не уладили ссору. Мать во мне разочаровалась. Жизнь в тесноте всегда влияет на отношения, и на хорошие, и на плохие. К счастью, Мартин и Тереса быстро нашли общий язык. Ведь их объединяет любовь к золоту и желание разбогатеть. Их часто можно застать вместе, в дороге не всегда скачут рядом, болтаясь, смеясь. А на стоянках садятся у одного костра. Так, это мой друг Мартин, 26-летний, и моя мать сближаются. Не знаю, как к этому относиться, но окей, я рад за них, пусть становятся друзьями. Но не более. Новый договор, плечом к плечу. Разграется война против Терни, герцога Гиома V. Граф Жорден предлагает договор всем желающим присоединиться к конфликту. Это в Тулузе происходит? А, вот, кажется, договор наемников, которым не обещали. Керси ведет войну и нуждается в умилых бойцах. Срок действия контракта 64 дня. Не знаю, не хочу я в этом участвовать. Каким образом война против герцога Тулузы поможет мне в сближении с королем Санчо II? Кстати, по поводу этого. Я прямо сейчас могу попытаться с ним подружиться. Прогноз происков ужасный, но давайте попробуем. Если Санчо будет моим другом, это покажет ему, что я верен. Окей, пять возможностей у нас есть. Можем осуществлять происки. Надеюсь, получится. Все-таки шанс успеха 74%. А ждать еще, когда у нас 10 возможностей появятся. Это полгода минимум. Воспользуемся моментом. Успех! Отличная работа, Родриго. Мой сад Самора вновь прекрасен, благоухает. Да и мне спится чуть спокойнее. Она бросает мне кошель с серебром. Прошу, заезжайте к нам, когда вновь будете в наших краях. Наверняка мы найдем подходящие покои и подходящую работу для столь предприимчивого скитальца. Трудиться предстоит еще много. Получаем 76 золота. Им, урака, добавится в список полезных знакомств. Давайте вернемся в лагерь. Ссылка, пусть король узрит мою любовь. Золото, серебро, самоцветы. На креста мой сундук полнится. Золотые кольца, жерелья, знамена. Сам король Санчо по праву оценит эти богатства. Но это принадлежит не только мне. Он все еще мой господин, а значит часть моего состояния тоже полагается ему. Можем заплатить 50 золота королю Санчо, он заметит мою верность. Либо сказать, ха, победа за мной, он будет сомневаться. Окей, 50 золота, готов заплатить ради моего короля. Мы снова в лагере. О, плюс 200 военного дела. Теперь давайте зайдем в лагерь и вот сюда. Список покровителей. Здесь мы видим, что у нас есть одно полезное знакомство. Инфанта урака, мы помогли с одним делом. И теперь можем у нее что-нибудь попросить. Вариантов много. Попросить припасы, золото, полк профессионалов, найм рыцаря, организацию брака, договор какой-нибудь. Либо устроить большой турнир. Но у ураки денег нет, так что турнир там будет такой себе. Скорее всего не буду об этом просить. А вот полк профессионалов мне пригодится. Она из-за этого расстроится, но профессионалы нам нужны. Вы вербуйте полк профессиональных солдат бронированные всадники. Давайте на них посмотрим. Вот они. Кстати, бронированные всадники это очень круто. Сейчас их 50 штук у меня есть. И помимо того, что можно просить профессионалов у своих покровителей, можно еще и создавать профессиональные полки точно так же за золото, однако. Для примера, наверное, я никого создавать не буду, потому что не могу. У меня уже все слоты забиты. Но, если бы я нанял, например, легких пехотинцев, то мне, чтобы их пополнить, пришлось бы либо заплатить за это золото, какую-то фиксированную сумму, либо поделиться припасами с людьми, которые и станут этими профессионалами. Да, и помимо того, что у нас есть 4 рыцаря, вот этих вот моих последователей и всадников, еще у Родриго есть особые солдаты. Это 200 кабальеру. Профессионалы и, в целом, войско у авантюристов не требуют золота на содержание ежемесячное. Даже если они собраны и куда-то идут, единственное, у них тратятся припасы за каждое пройденное оборонство. Как-то так. Окей, идем дальше выполнять контракты. У короля Санчо вроде все в порядке. Займемся вооруженным прохождением. Внимание всем доблестным бойцам! Нахерский мост никто не обороняет. Нужно показать силу, чтобы отвадить разбойников. Граф Анца заплатит тем, кто прогонит головорезов. Хорошо, отправляемся в путешествие. И в прошлый раз я этого не сделал, но сейчас надо обязательно. В вариантах путешествия мы выбираем поиск талантов. Так мы сможем за золото нанимать скитальцев во время событий. Надеюсь, за этот контракт нам много заплатят. Караван медленно ползет по дороге, приближаясь к трактиру, с потрепанной вывеской сапфировая принцесса. Не повезло вам, почти все комнаты заняты, новых постояльцев не принимаем. Качает головой трактирщица. Особенно таких оборванцев. Что? Оборванцев? Я служу королю Санчо. Мы верные вассалы и великие рыцари. Можно пригрозить трактирщице, получить ужас, возможно заплатить ей 5 монет, получить достоинство комфорта на 10 лет. Но если мои угрозы будут слишком откровенные, я получу свойство висельник. Это преступное свойство репутации, которое можно по-разному прокачивать. Можно быть разбойником, мошенником, вором, браконьером, головорезом. За это к вам будут плохо относиться люди, но плюсы свои там имеются. Ладно, пофиг, не буду я даже пытаться договориться с ней. Не хочу ей платить за такую грубость. На улице поспим сегодня. Граф Анца согласно кивает, шествует через лагерь. Чудесное утро. Начинает он самое время показать этим негодяям, что рыцарь грозная сила. Видишь мост? Возле него шиваются подлецы и безмозглые дурни всех мастей. А нахера находится совсем рядом. Нужно с этим разобраться. Я сломаю три сотни копий. Ждем, когда появятся возможности. Мою прогулку вокруг лагеря прерывает заволнованный мужчина. Он представляется как дудай. Судя по всему, во владении нахера он такой же чужак, как и я. Господин, мне ужасно не по себе в этих краях. Вот я и подумал, может такой многоопытный. Путешественник, как вы, смилостивится над бедной раввинистской душой, оставшийся без крова над головой, согласится взять меня с собой. Он замолкает, морально готовясь выслушать резкую отповедь. Я знаю, у вас и так немало людей, и о каждом надо позаботиться, но если вы заберете меня отсюда, я готов преданно служить вам до конца ваших дней. О, кстати, нам как раз нужен врач. Еще и с такой большой ученостью. Присоединяйся к нам. О, еще и другом моим стал. Теперь ты мой личный врач. Ночь темна и холодна. Я отправляю одного из своих людей найти доброго хозяина, что даст нам ночлег. Ответ приходит не сразу. Я слушаю шаги и бормотания, пока наконец в дверях не появляется силуэт. Король отдал приказ. Мы не смеем вас впустить, мой господин. Мы получили письмо с его печатью, запрещающее пускать людей из владения нахера и давать ему убежище. Король Санчо не тратит время зря. Чего? Я верен королю, он не запрещает оставаться на ночлег? Ладно, не будем досаждать этим бедным людям. Наши дома и наше благополучие поставлены на карту прямо у нас на глазах. Король заметит вашу преданность. Минус припасы. Так, пять возможностей уже у меня есть, но шанс 69% мне не нравится. Давайте до 10 добьем. К моей великой радости, один из гонцов, которых разослал король Санчо, нашел меня во владении нахера, пока мы со своей свитой двигались туда, где она зажидала следующая цель пути, бургос. Он прибыл с доброй вестью, Санчо хочет придать нашей дружбе официальный статус. О, отлично. Король теперь мой друг. Десятый ключик есть. Давайте осуществим происки. Получим всего плюс 5% шанса на успех, но 74 уже лучше, чем 69. Есть. Едва переводя дух, я похлопываю своего коня. Мы справились. В течение пары дней мы только и делали, что охраняли мост днем и ночью. Море сломанных копий, лежащих поодаль, говорит само за себя. Прекрасно, Родриго, приветствует меня граф Ансо, велив солдатам собрать трофей. Впечатляющая работа. Пожалуйста, обращайтесь. Плюс еще одно полезное знакомство. Возвращаемся в лагерь. В ссылке сложно быть надежным господином. Нет уверенности, что я смогу платить своим соратникам и даже прокормить их. Кто подвергнет опасности свою семью ради человека лишенного чести. В лагере не стесняются обсуждать мрачное будущее. Подняв голову, я вижу, как ко мне приближается Альвар со своим хлебом и вином. Компиадор, вы родились в добрый час. Нужно двигаться дальше. Король Санчо разгневается на меня за это, но я помогу вам и заплачу за этих людей. Так, мне не нужны твои деньги, Альвар. Я не стану рисковать. Король явно заметит мою верность. Но из-за этого мой друг Мартин, племянник Педру и Дудай покинут мой лагерь. Блин, трех человек потерять, это же безумие. Но как-нибудь потом мы с вами, ребятки, встретимся. Давайте, удачи. Потерял караванщика, помощника и телохранителя, и врача. Но знаете что, я их могу обратно пригласить, они же мои друзья. Но я не буду упускать такой возможности. Так, денег вы немного подзаработали, самое время что-нибудь построить в лагере. Ну и поскольку мы все-таки наемники, мы воины. Первым делом давайте площадку для испытаний построим. У нас появится возможность нанять старшего оружейника. Всего шесть месяцев на это уйдет. И поблизости осталось не так много контрактов. Граф желает нанять телохранителей для защиты его высокородного посла от разбойников и головорезов. Погнали. Посланцы, которых отправил ко мне граф Муньо, неспешной струйкой просачиваются сквозь кладки моего главного шатра. Всех благ тебе, авантюрист, говорит старший. Дороги нашего мира многочисленные и опасные. Астуриас де Сантильяна ценит опытных путешественников. Мой сюзрен хорошо заплатит за твои знания. Граф поручил мне донести до вас его слова. Я, верная Эльвира, спешу повиноваться. Пусть меня услышит король Альфонсо или он. Наставь меня защити и храни мое послание от недоброго взгляда. С нами Эльвира будет в полной безопасности, не переживайте. Нам нужно ее доставить... А, в Лион, так это недалеко. Поиск талантов оставляем. Мне нужны новые последователи. В мой шатер пожаловал неожиданный гость. Сам король Санча в окружении королевской стражи. Он одаривает меня улыбкой. Друг мой, восклицает он, вы всегда были верны мне, даже после моего прискорбного решения о вашем изгнании. Приношу извинения, отныне королевство снова может стать вашим домом. Мой господин, меня изгнали и лишили чести, и все, что у меня есть, добыто тяжелым трудом. Да благословит вас Бог за вашу доброту. Вот это да. Смотрите, здесь у нас есть. Опять три варианта. Первый, все было не зря. Радость обуяла Сида и его людей, когда его знамя возвилась над крепостью. Мы получим верность, свойство закаленный авантюрист. Лагерь наш будет снесен, стоимость будет возмещена, и наше приключение закончится. Я получу Амайю, Вильядали, Тальмеда, Куэльяр, в общем, титулы. И стану вассалом короля Санчо, приму феодализм. Но я этого не хочу. Мы только начали наше приключение. Я не могу оставить свой лагерь. Сын народа Вивара обратил взор на своих людей и предложил им вместе пожинать плоды своих побед. Продолжаем путь авантюриста, получаем свойства верность, престиж, сильное влияние на короля Санчо. И немного припасов. Можно вообще просто послать Санчо. Но нет, я был уверен, ему все равно. Спасибо, конечно, за такое невероятно щедрое предложение. Но все-таки, меня зовет дорога. Великие подвиги и свершения. Меня принимает лично король Альфонсо. Я так понимаю, тебя прислал мой знакомый, граф Муньо. Зачем? Элвира делает шаг вперед. Достопочтенный король Альфонсо, меня прислал к вам граф Муньо. Но его послание предназначено лишь для ваших ушей. Пойдем, мрачно говорит король. Поговори в моих покоях. Капитан Родриго, благодарю тебя за службу. Можешь остаться гостем в моих владениях. Не, я пошел домой. Давайте, удачи. Так, а что я могу у короля Альфонсо вообще попросить? Потребовать платы? Не хочу 60 золота. Да и все, больше нечего просить. Но, смотрите, если вдруг вы, как искатель приключений, решите осесть, и вам надоест путешествовать, то есть много вариантов, как это сделать. Но можно, например, купить землю, если у вас достаточно золота и известности, попросить какого-нибудь правителя поддержать вторжение. И тогда он поможет вам с армией в обмен на вассальную присягу. И, возможно, даже если вы сможете его убедить, поможет в войне. Либо вы можете через происки, если у вас слава мирская, четвертый уровень репутации, просто захватить державу. Но мы сегодня, если и осядем, то не скоро. Так, где там мои покровители? Граф Альфонсо. Что ты мне можешь дать? Давай-ка, рыцаря, попросим. После долгих раздумий, говорит граф Альфонсо, я отобрал несколько буйных голов, которых могу выделить вам. Рыцари, подойдите. Так, Родриго, Альфонсо, Орти. Да, такие себе ребята, честно говоря. Но хотя бы вот этого Альфонсо с девяткой доблести и знанием открытой местности я возьму. К тому же бесплатно. Инфанта урака тоже пусть мне рыцаря дает. Хотя, знаете, мне жена нужна. Поскольку я авантюрист, я не могу жениться на какой-нибудь там принцессе или придворной какого-нибудь правителя. И среди последователей, кроме моей матери, никаких женщин нет. А у нее тоже никого нет. Есть сестра, но та уже 30-летняя и в браке. Ну ладно, может быть, какие-то придворные есть у нее. Попросим. Выбираем меня. О, так я могу прям на ней жениться. Хм, не знаю. Она этого не примет. Только если брак будет матрилинейный и улучшит с ней отношения. Но нам такое не пойдет. Да и не хочу я жениться на графине. О, 13-летняя Кристина. Добрая, спокойная, щедрая. Нормально. Через три года приедет к нам в лагерь и будет моей женой. Отправляем предложение. Да, конечно, можно было найти какого-нибудь другого покровителя, более благородного, у которого есть какая-нибудь дочь или сестра и на ней жениться. Но мне не нужны принцессы. И поблизости больше никаких контрактов нет. Так что мы пойдем подальше в Галисию. Например, в Сантьяго. Борьба с коррупцией. Можем этим заняться. В лагерь прибыл маршал, а его господин Галисия. Как только мы остаемся наедине, он ворчливо говорит. Стыдно признаваться, но мне нужна ваша помощь. Надо разобраться с непокорными крестьянами. Похоже, маршал вне себя от гнева. Сантьяго совсем не уважает власть. Наш король для тамошних жителей пустое место. Подозревает, что во всем виноваты чужеземцы. Они подначивают простой люд к измене, и этому нужно положить конец. Не беспокойтесь, я с ними разберусь. Отправляемся в Сантьяго. Так, мы пойдем через горы, поэтому давайте купим снаряжение следопыта. Вот и Сантьяго. Добравшись до места, я тут же приказываю схватить самых непокорных и требую от них ответа. Говорить вызывается женщина по имени Вероника. Весьма уважаемая в этих краях. Чужеземцы нам не указу на свои головы на плечах, и пусть король Гарсия прекратит присылать к нам своих халуев и громил. Мы сами можем о себе позаботиться. Так, что делать? Прикажи этому сброду заткнуться или умрешь, крестьянка. Немного ужаса получим. Графство Сантьяго получит руководство маршала, народное мнение плюс 50. Либо мне придется оставить здесь несколько человек, 15 бронированных всадников, и Сантьяго получит военное присутствие. Это будет, кстати, исключительный успех. Мы 78 золота получим, припасы лагеря. Опять же, бесполезные пока что. Либо я не могу смириться с подобной несправедливостью. Крестьяне получат мою поддержку, я потеряю престиж. Диего расстроится, это будет провал. Не, пофиг. Я хоть и благородный рыцарь, но вы платите своему королю. Совсем уже офигели. Отлично. Договор выполнен, возвращаемся домой. Окей, поскольку сюжетную линию Эльсида мы уже с вами закончили, нам нужна новая цель. Не слоняться же просто так без дела и выполнять контракты. Давайте зайдем в решение. У авантюристов их есть довольно много. Пойдем по порядку. Мы можем призвать изгоев, я стану хозяином сыновей и дочерей отребья, армии самых гнусных негодяев, верных моему делу и послушных моим прихотям, готовые обрушиться на слабых и сильных мира сего. Это решение для разбойников. Чтобы его поражать, нужно иметь свойства висельники, 40 опытов в одной из категорий. За счет этого мы получим модификатора разбойничий благодетель, плюс военное дело и интриги, но минус отношение с правителями, зато плюс к отношению с авантюристами им. Каждый раз, когда этот персонаж завершает интриганский контракт, он получает уникальных профессионалов. Их количество зависит от прогресса в направлении свойства висельник. Звучит очень интересно, но не для нас сегодня. Мы можем также основать владение. За годы странствия мне удалось сколотить неплохое состояние. Это плодородная нетронутая земля, кажется привлекательным вложением, и я еще долго смогу пожинать плоды. Мы начнем возводить замок, и чем больше требований будет выполнено, тем больше возможностей у нас будет в процессе основания города, включая доступ к уникальным зданиям. Мы сможем основать и другие города, после завершения строительства вы сможете силой захватить город, в противном случае город будет ежегодно выплачивать вам отчисления. Их размер зависит от суммарного уровня зданий в этом баронстве и развития графства от 50 до 400 золота. Чтобы это сделать, надо находиться в баронстве без владений, иметь хорошее отношение с правителем земель, иметь 1000 золота, третий уровень набожности или репутации, свойства архитектора или 18 управления. Неплохой вариант, возможно, я его прожму, но стремиться к этому пока что не планирую. Следующее решение интересное. Католический путь Вознесения. Ни один добрый католик, ни даже бог не потерпит существование гнусных еретиков и заблудших язычников. Прожав это решение, в течение следующего десятилетия вы будете следовать по пути благочестивого католического миссионера. При посещении владений, которые не верят в нашу конфессию, мы сможем их обращать, навязывать веру силой или какими-то уговорами, дипломатией, ученостью. При этом графство с высоким развитием, то есть в которых живет много народу, будет сложнее обратить. То есть можно, например, создать какой-нибудь культ и с помощью этого решения, будучи авантюристом, потихоньку его распространять, продвигать среди народа, чтобы потом поднять бунт и свергнуть правителя эретика. Интересная штука, но тоже не для нас. Из требований здесь нужно завершить два паломничества в разные святые места, иметь свойство теология или четвертый уровень добродетели. Плюс надо находиться в святом месте под властным католическому верховному сюзерену. Следующее решение. Родриго и его странствие. Мне довелось побывать во множестве странных и чуждых мест, накопленные мной знания бесценны, настоящее сокровище для любознательных и образованных. Разблокируем новые достоинства образа жизни или создаем артефакт книгу, увеличивающую прирост жизненного опыта будущих владельцев. Нам нужно посетить огромное количество разных достопримечательностей, на данный момент мы всего четыре посетили, иметь высокий уровень репутации и прокачанное свойство скиталец. Награда улучшается за каждые 12 посещенных точек интереса. Это подходит больше для путешественников, а мы все-таки воины, и вот наконец-то решение, которое я бы хотел поражать. Рыцарь лебедя. Говорят, таинственный рыцарь прибывает на лодке под управлением лебедя, чтобы спасти попавших в беду. Плывущий челн с жемчугами блестит, и статный рыцарь в нем сидит. Мы получим свойства странствующий рыцарь, артефакт доспехи золотой покров лебедя, зарождающуюся легенду рыцарь лебедя, и дом Вивар получит модификатор «Лебединая песня». Престиж за рыцарей, прирост славы Акалады. Чтобы это решение поражать, нужно 2000 престижа накопить, 4 уровень репутации, и завершить 10 контрактов, связанных с военным делом или доблестью, и не имеющих преступного характера. Это решение поражать я хочу, 100% мы к этому будем идти. И еще последние два. Защитить Кастильскую культуру. Здесь уже вкратце расскажу. Если мы придем в провинцию, в которой распространена наша культура, но правит ей персонаж другой культуры, то мы сможем поднять восстание крестьянское им. Добиться независимости, стать правителем, в общем освободить свой народ. Можно еще защитить культуру мирным путем. Вот здесь перечислены требования. И еще можно стать великим завоевателем. Это наверное самое сложное здесь, что можно сделать. Получить свойство завоеватель, уникальных профессионалов, свита копейщиков, свита авангарда, легенду, обоснованную претензию на королевство, которое мы будем завоевывать. Однако требования здесь очень-очень высокие. Великим завоевателем сегодня, наверное я не стану, а вот рыцарем лебедя очень сильно хочу. К этому мы и будем идти, поэтому контракты с военным делом и доблестью нас интересуют в первую очередь. Как я вижу, в Тулузе до сих пор идет война против тирании, и мятежники проигрывают, а значит, почему бы нам не прийти к ним на помощь. Тем более за это заплатят. Свою верность королю я уже доказал, так что можно и на юг Франции сбегать. Мы получим золото, в зависимости от вклада в войну. А учитывая, что там уже ребята проигрывают, вклад скорее всего у нас будет высокий. Так, для начала, в лагере у нас там постройка не закончилась еще? Нет. Профессионалов новых нанять я не могу. Тогда просто увеличим размер бронированных всадников, и сразу же их пополним. Вот за припасы наймем, 50 солдат. Все, принимаем контракт. У лагеря останавливается небольшая группа всадников, уставших от долгой дороги. Один из них заходит в мою палатку. Я капитан керсийских разведчиков, начинает он. Граф Журден мой сюзерен, хотел бы нанять ваших бойцов. Война за свержение трона доставляет ему немало бессонных ночей. Враг Ярсен сопротивляется, и керсий отчаянно нуждается в людях вроде вас. Похоже, дело правое, я отправляюсь на подмогу. Военная мощь союзников, 153. Военная мощь противника, 530. Мы тут всех развалим. Все, погнали. 308 воинов, 200 кабальеро, 100 тяжелых всадников и 8 рыцарей, капитана Родриго Компиадоре. И он, командующий этим войском, мы непобедимы. Пойдем сразу же первым делом разнесем противника. О, площадка для испытаний достроена у нас. Старшим оружейником будет мой дядя. Площадки для испытаний мы уже можем какие-то улучшения строить, чтобы усиливать разные виды профессионалов. Либо рыцарей. Вот, например, обучение военному делу. Эффективность рыцарей за навык учености плюс 1%. В общем, много тут всего разного есть, но денег пока у нас нет. Сначала выполним контракт. Привет, ребята, это вас надо убить. Сейчас будет сделано. Отлично. Всего 8 человек потеряли. Но при этом мы взяли узников. Граф Раймун 2. Давай за себя выкуп. Бернард. Тебя я завербую. Присоединяйся к нам. Так, солдат нам не хватает, так что к союзникам присоединимся. Тумас, идолова семя, пришел к нам в лагерь. Хочет присоединиться к нашему костру. А присоединяйся к нашему лагерю. Нам не помешает спутник с обширными знаниями о мире. Я получу модификатор друг к праведникам. Теперь у нас в лагере живет монах. Так, узника мы продали. Надо что-нибудь еще построить. Вот, нам нужен жаркий костер. Он увеличит максимум профессионалов на 1. Ох, я все чаще начинаю кряхтеть, когда вечерами присаживаюсь к костру. Старики говорят, что это всегда приходит с возрастом, но мне-то всего 27. Нет, это явно следствие беспокойной жизни. Я замечаю, что другие с трудом переносят тяготы пути. Усаживаясь рядом со мной, Мартин морщится от боли. Мартину 29. Так, недавно мы миновали придорожный трактир. Там было полно мест, наверное, где можно отдохнуть. Давайте за 15 монет сходим в какие-нибудь купальни. О, нам доступен контракт высокого уровня, плечом к плечу. Корлю Гарсии нужно помочь в войне. Здесь, я думаю, можно будет очень много золота заработать. Лионский конфликт с Державой Батальяус. Это сюда мне надо прийти на помощь? А, нет, ему нужна помощь в войне против тирании. Но я сейчас в Аквитании. У нас тут война ещё идёт. Мэр Гигес принимает меня со всем гостеприимством. Мар Вижоль славится своей кухней, здешние деликатесы не сравнить с грубой походной пищей. Я очень рад, что вы ответили на моё приглашение, говорит Гигес. Надеюсь, мы сможем оказаться полезны друг другу. Человек моего положения не может позволить себе замарать руки, если вы понимаете, о чём я. Но иногда ведь это необходимо, правда? Так, здесь какие-то все варианты отстойные, потому что Гигес получит на меня слабое влияние, но мы можем выбрать либо припасы, либо золото. Берём золото. О, нет. Мой друг Санчо, король, умер от незначительной болезни во время марша. Теперь королева Адазин доправит кастиль ей. И неужели мне теперь нужно хранить верность ей? Я постараюсь, но ничего не обещаю. Наш вклад в войну 12%, хотя мы буквально сделали всё для победы. И в итоге заработали 66 золота. Нормально. Я не расстроен. Теперь у нас есть жаркий костёр. У инфанты ураки благонравный. Всё очень плохо. Блуд. Кровосмесительные отношения. Бастард родился. Стерильный. А, ну да, её любовник это король Альфонса, её брат. Но я к тебе не за этим пришёл, дай мне профессионалов ещё. Вы вербуйте кабальеру. Хорошо. У нас будет такая армия чисто из конницы. Хотя и осадные орудия надо будет взять обязательно. Окей, пока что деньги тратить не будем. Давайте подкупим золото на постройки в лагере. И пойдём всё-таки поможем Галисии. Это правое дело. Я отправлюсь на подмогу. Атакуем мятежников. Всё, собственно, на этом моя помощь, видимо, заканчивается. Но могу ещё на осаде с вами постоять ради приличия. Наш вклад в эту войну, кстати, 100%. Ох, я надеюсь на очень большую плату король Гарсия. Плюс 50 золота. Реально щедрая плата. Ну ладно, и война не была такой серьёзной. Так, а у меня узники появились. Граф. Плюс ещё 50. Базона Де Камборна можно завербовать. Хасан, ты можешь уходить. Наконец-то моя невеста подросла. А я жениться не могу на ней. А, всё окей, сговор о помолвке выполнен. Привет, госпожа Кристина. И, наконец-то, можно улучшить шатёр до второго уровня. Денег хватает. Получаем ещё плюс к максимуму профессиональных полков. Вместимость провизии, количество ячеек построек увеличится. И теперь мы пойдём опять в Галисию. Поможем здесь фракции свободы восстаний. С высоким уровнем репутации я мог бы даже землю себе попросить. Но я помогу за деньги. Вот, здесь у нас появляется фракция. Выдвигаем требования просто. Хотя сначала надо было собрать войско и туда отправить. Я ещё возьму себе кавальера, кстати. Усевшись поудобнее, я погружаюсь в размышления. За спиной у меня мой шатёр. Вокруг кипит лагерная жизнь. Это совсем не похоже на спокойный и размеренный дворцовый быт. В такую свободу легко влюбиться. Никаких обязательств, никаких занудных советников, никаких послов, которых приходится развлекать. Власть сопряжена со множеством неудобств, а здесь о них быстро забываешь. Однако, свобода имеет свою цену. Постоянная борьба за выживание здорово утомляет. С каждой ночью я всё сильнее тоскую поудобной постели. Можно получить модификатор на 35 лет жажды земель. Вдвое уменьшает цену казус Бейли вторжения авантюристов, плюс военное дело, длительность фазы осады минус 10%. Этот персонаж не остановится ни перед чем в стремлении получить землю и титул. Но нет, мне всё-таки нравится такая жизнь, я получу свойство путешественник, пока что земли меня не интересуют. Если я стану правителем, графом, герцогом, королём, как я буду защищать простой народ? Мне это неинтересно. Идём в атаку и всех убиваем. Так, ещё мне не нравится то, что сюда припёрлись ребята из батальяуса. С ними конфликтует или он, значит я немного помогу. Просто вынесу их армию. Всё, минус 1200. Вот это то, о чём я говорил в ролике про Византию. Армии авантюристов очень сильные за счёт того, что у них нет никакого ополчения, только рыцари и профессионалы. Если у мелкого графа будет армия состоять из 500 ополченцев, то у нас 500 киборгов-убийц. Ой, я могу призвать члена своей династии к оружию? А кто это? Родриго Диегуэс. Он правит Авьедо. А мы с ним из одной династии. Оказывается, в ней три дома есть. Авьедо, Оссорио, в которой 15 живых членов, но нет никаких правителей. Хм, не знал. Да, в следующий раз обязательно осадные орудия возьмём, чтобы быстрее в войнах помогать. Вот у нас уже закончились люди и мы не можем гарнизон перебить. А это кто? Ещё какие-то авантюристы? Похитители наслаждений. Госпожа Валада, ты чё? Должна была наукой заниматься, ломать традиции муволодизма, а стала преступницей и головорезом. Ещё и граф Эгаш, которому я помогаю свою армию просто рядом поставил, вместо того, чтобы мне здесь помочь. Так, ну мы можем нанять ещё 10 кабальеру. Этого на осаду хватит. Однако пополнить профессионалов я не могу, потому что воюю с правителем. Так что используем отчаянные меры и вдохновляем просто последователей. Можно ещё добровольцев найти за 75 престижа. Но я думаю, вдохновить у меня получится. Нет? Но надеюсь, в битве победим. Да, отлично. Всё, 100%. Война за свободу заканчивается. Ещё один контракт выполнен. Где мои награды? Награды не будет. Граф Эгаш. О, Валада у меня в темнице оказалась. Ну ладно, старушка, я тебя освобожу за золото. Возвращайся в свой лагерь. Это чё, получается, меня просто кинули? Эгаш просто мне должен теперь. Шатёр улучшен в нашем лагере, как я и хотел. Надо взять манганели или анагры. Но перед этим попросим золото у тех, кто нам должен. Берём манганели и пополняем заприпасы. Так, что здесь происходит в Кастилии? Война против королевы Адазинды, против тирании. Если её свергнут, то к власти придёт король Альфонса Храброе сердце, прелюбодей с кровосмесительными отношениями. Я не могу этого допустить. Королева Адазинда, я был верен твоему отцу. Я готов присоединиться к тебе в войне. Вот только как мне собрать профессионалов, если мой лагерь находится здесь, в этом же баронстве, где идёт осада. Мы можем переехать? Можем. Перемещаем лагерь ненадолго. Например, сюда. Задум уши таланты какие-нибудь найдём. Вот здесь уже собираемся. Быстрее надо бежать, пока замок не захватили. Вперёд! За нашу королеву! Отлично, мы успели. Всех убили и сразу же 100%. Окей, продолжаем заниматься контрактами, зарабатывать золото и репутацию. Итак, все контракты выполнены, пока что ничего нового здесь нет. А значит, пришло время переносить лагерь куда-то в другое место. У Родриго, кстати, родилась дочь Гатруда. Плюс я в нашем лагере построил улучшение площадки для испытаний иконы и бега. Теперь наша конница будет сильнее. И на жарком костре можно тоже улучшение сделать. Пусть у нас будут музыканты-попутчики. Мы сможем нанять мастера Барда и эффективность рыцарей за навык дипломатии будет расти. Приезжаем пока что в Леон. Зайдём там в замок, посмотрим, может, есть какие-то контракты. Идём в замок. Юридические договоры. О, договор наёмника надо. Наставник для рыцарей. И здесь тоже. Я могу быть наставником для рыцарей. О, инфанта Урака, опять ты. Идём к ней в гости. Показывайте мне ваших бойцов. Всех обучу, всем всё покажу. А я ещё и должен выбрать, кого обучить. Но вот какой-то молодой Факунде с тройкой доблести. Его и обучу. Я могу даже Факунда этого принять к своему лагерю и заплатить Ураке, но тогда, наверное, она мне не заплатит. Обучу его знаниям открытой местности. Факунда всё понимает на лету. Так, дальше Диего. Обучим его осторожности. Тоже всё понимает. И мэр Себастьян. Он научится агрессивно атаковать. Отлично. Договор выполнен плюс 128 золота. Но этот контракт не считается связанным с военным делом или доблестью. Ладно, сейчас подзаработаем здесь и дальше пойдём. Ещё я теперь могу нанимать капитана лёгкой кавалерии. Бернард, это твоя должность. Окей, может быть в Галисии нам повезёт с контрактами. Да, отлично. И военное дело, и доблесть. То, что мне надо. Денег немного подзаработали. Давайте построим палатку цирюльника в лагере. А то вдруг какая-нибудь эпидемия придёт. Плюс мы немного зарабатывать начнём. У нас будет барбершоп на колёсах. Тем временем у меня уже целых 17 последователей. Из них 12 сторонники. Палатка цирюльника готова. К ней можно сразу что-нибудь пристроить. Инструменты хирурга. Во. За 240 золота. Минус потери убитыми. Сопротивление болезням. Средний бонус. А ещё мастер-барт у нас теперь будет. Моя жена, госпожа Кристина. Итак, практически все требования для того, чтобы стать рыцарем лебедя я выполнил. Мы сделали 10 контрактов с доблестью или военным делом. Для этого пришлось мне же в Валенсию прийти. Но теперь моя следующая цель это 4 уровень репутации. Сейчас у меня только 2. За выполнение контрактов престижа дают не так много. Значит нам нужно принять участие в каком-нибудь турнире. И желательно ещё занять на нём первое место. Ну либо давайте сходим на охоту. Впервые устроим занятия для нашего лагеря. Есть ещё лагерный кутёж, на который можно контракты получить, артефакты, последователей новых нанять, очки навыков, припасы. Это аналог пира. Но сначала сходим на охоту. Правда, наверное, не в балансе. Вернёмся в Кастилью. Там всё ещё Адазин доправят. И уже здесь сходим на охоту. Правда, тут развитие серьёзное. Но я думаю, мы кого-нибудь сможем поймать. Но поскольку мы просто авантюристы, для охоты нам надо купить разрешение. Ну либо просто стать браконьерами. Разрешение на охоту стоит 30. Нормально. Можем себе позволить. Попытаемся поймать волка. Нет, мы его упустили. Ладно, кто-нибудь из моих полезных знакомых. Обладай достаточным количеством золота, чтобы устроить турнир. Может быть, инфанта у рака? Она мою просьбу не примет. Значит, погнали в Галисию. Король Гарсия тоже мой полезный знакомый. Я искренне верил, что меня ждёт успех и никак не ждал, что всё так быстро пойдёт наперекосяк. И вот и застрял один в глуши совсем без припасов. Я голоден и страшно хочу пить. И меня совсем оставили силы. У нас закончились припасы. Так, давайте остановимся. Посетим городское владение. Забыл, кстати, это показать. В зависимости от того, в какое владение вы придёте, в замок, в храм или в город, места для посещения будут разными. Здесь, в городе, мы можем навестить мастеров. Но меня интересуют сначала припасы. Придётся запугать торговца, потому что денег у нас тоже нет. Отлично. Продавать артефакты я не буду, потому что мне жена цветок подарила. Но, может быть, у ремесленников что-нибудь интересное есть. Можно купить оружие, доспехи или украшения. Хочу оружие. Меч Шато Тьери, Кинжала Луи или Боевой Молот без изысков. Меч за 98. Я готов его купить, хоть и уйду в минус. Всё, возвращаемся. Но зато, посмотрите, здесь и доблесть, и эффективность рыцарей. Кайф. Чтобы уничтожать артефакты авантюристам, нужно иметь в лагере Бронника. У нас такого нет. То есть, мы можем только продавать артефакты. Так, давайте выполним какой-нибудь контракт, чтобы заработать. Борьба с коррупцией. Можем этим заняться. Заплатить должны многое. Четыре графства надо будет мне посетить и там разобраться с крестьянами, которые налоги не платят. Всё, деньги заработали. Король Гарсия хочет, чтобы я устроил набег за пленными. Окей, мы можем это сделать. Выступаем немедленно. Забавно, что он попросил новосала своего напасть. Но для меня разницы никакой. Мы убьём всех, только заплатите. 100%. Навязываем требования. Давайте попросим короля Гарсию устроить большой турнир. Ой, мне придётся ему 600 престижа заплатить за это ещё. Офигеть. Ну ладно. Только у него денег не хватает. Как он это сделает? Вот в чём вопрос. Как ты сделал? Ух ты! И декламация будет и скачки, и стрельба из лука, и борьба, и церемония. Так я себя во всех состязаниях смогу проявить практически. Погнали. Вот тут престижа можно будет много заработать. Внимание, турниру много уделять я не буду, просто если какое-нибудь место займу, вам скажу. Первое место в декламации занимает Родриго. И блестящий воин, и поэт. Мечта всех женщин. Дальше скачки. И на скачках мы занимаем первое место. Дальше стрельба из лука, но тут-то я должен справиться точно. В предыдущих состязаниях ещё я сомневался, но там, где требуется доблесть и военное дело, со мной никто не сравнится. Есть первое место. Осталась борьба. Кажется, тут даже шансов на поражение нет. А капитан Анкетиль нормандские огры. Разбойник какой-то пытался мне навредить. Вот это бесстыдство. Хорошо, что король его отстранил. Сейчас я его отблагодарю ударом по печени. Ещё одна победа. В каждом состязании на турнире капитан Родриго Компиадор занял первое место. Что за легенды. И престиж заработали, и репутацию, и артефакты получили. Ох, как много их. Всё наденем. Ещё и ачивку дали. Почти что Уильям Маршалл. Помню, я пытался выполнить, когда только дополнение Турсенторномец вышло. Давайте ещё раз улучшим наш шатёр на заработанные деньги с турнира. Ну и продолжим выполнять контракты пока что. Во, в Арагон пойдём к королю Санчо без короны. А, видимо, просьба устроить большой турнир есть перезарядка. Сколько она длится, неизвестно, правда. Ладно, король Санчо, всё равно я кое-что у тебя попрошу. Организацию брака. У меня есть сын, Джерарда, мой наследник. А у тебя есть дочка Изабелла. Пусть они женятся. Не особо ты хочешь этого, да? Тогда наоборот сделаем моя дочь и твой сын. Тоже не хочешь? Так я уже просьбу сделал. Престиж свой потерял. Ладно. Видимо, я потом всё равно смогу просьбу сделать. Тогда давайте мы ему поможем. Здесь как раз много дел в столице у него. Набег за пленными, тайный наблюдатель. Поработаем и попросим брак. Вот, на деньги, которые он же мне за работу и заплатил, я дам ему подарок. И теперь устроим брак моего сына и его дочери. Всё. Правда, теперь он мой союзник, и это значит, я должен буду ему в войнах помогать, хоть я и не правитель. Папа, можно тебя попросить? Моя дочь Гатруда аж заикается от волнения. За спиной у неё застенчиво топчется тощий паренёк. Явно андалузских кровей. Я замечаю, что дети держатся за руки. Папа, можно он пойдёт с нами? Его родители тоже, он же не может оставить их от них. Гатруда влюбилась. Андалусец, мосор раб. Чё у него со свойствами? Переменчивый, выдержка, бесчувственный обжора, справедливый, застенчивость, не многовато ли? Я могу всё семейство этого Сарура приютить, что хотел бы себя только в азиатя, но окей, присоединяйтесь к нам. Вот, как я и говорил, король Арагона зовёт меня на войну. Но я готов ему помочь. Правда, практически все мои последователи и все мои рыцари-полководцы сейчас заняты выполнением контракта. А может, мы возвращаемся всё хорошо. А то я переживал, что некому будет командовать армией. Наконец-то, получен четвёртый уровень репутации. Для этого пришлось мне поучаствовать в войнах, заработать престиж за сражения, но... Наконец-то, я могу стать рыцарем лебедя. Лучший в своём роде. Самый благородный, произносит моя Кристина и целует моё плечо. Я всюду тебя искала. В лагере о тебе ходят безумные истории, шепчет она, наклонившись ко мне. Говорят, однажды ты перешёл мост, сложный из мечей, вошёл в зачарованный лес и спас прекрасного юношу, что ты носишь чудесный наряд лебедя. Она жестом велит слуге внести украшенный жемчугом доспех. Подарок от спасённых тобой. Золотой покров лебедя. Плюс доблесть, плюс снижение тирании, эффективность рыцарей, привлекательность, мнение придворных и гостей. Доспех, украшенный цветочным мотивом. Говорят, его обладатель никогда не должен раскрывать своё имя. Да, но моё имя будут знать все. Первый вариант, и всё же этого было мало, доблестный рыцарь-модификатор получаем. Этот персонаж сделал своей целью защиту невинных. Второй вариант, я могу помочь множеством способов. Ваш шанс успеха в происках романа будет значительно увеличен. Учтивый рыцарь, плюс привлекательность. Но этого я не хочу, я верен своей жене. Свойства странствующий рыцарь получено, при этом его ещё можно прокачивать. Плюс мы получили легенду, и честно говоря, я не знаю, как она распространяется у авантюристов, потому что земель у нас никаких нет, только если покровителей искать легенде. И так её распространять. Но денег на содержание легенды у меня нет, очевидно. Давайте наденем доспех. И на этой прекрасной ноте сегодняшний ролик мы будем заканчивать, но история капитана Родриго Компиадора ещё продолжится. Ему 51 год, у него неплохое здоровье, а значит ещё где-то лет 20-30 в запасе у нас есть. Я думаю, что мы можем попутешествовать по миру, свалить уже из Испании, мы здесь, я думаю, и так сделали уже всё, что могли, хотя можно здесь остаться и помогать католикам в борьбе с мусульманами, но меня это не интересует уже. Королева Адазинда, дочь моего друга, короля, которому я был уверен, выросла, она уже может править самостоятельно, хотя, кажется, там есть некоторые проблемы, но хочется мне отправиться в путь, куда-нибудь далеко-далеко. Ну и заодно прожать решение Родриго и его странствия, нам надо посетить ещё 42 достопримечательности, либо свойства путешественника прокачать, плюс я хочу всё-таки основать где-нибудь новое владение, какой-нибудь город построить или замок, чтобы он приносил мне доход, в общем, всё это будет в следующей серии. Надеюсь, этот ролик и игра за безземельного авантюриста вам понравилась, в будущем, как я и говорил, мы попробуем и остальные виды, лагеря авантюристов, побудем разбойниками, учёными, просто путешественниками, легитимистами, плюс посмотрим на других персонажей со своим сюжетом, в общем, впереди ещё много всего интересного и увлекательного. Спасибо за просмотр, надеюсь, этот ролик вам понравился. Если это так, не забудьте поставить лайки, подписаться на канал, если вы до сих пор не подписаны, вступайте в группу ВК, подписывайтесь на Телеграм, подписывайтесь на Твич, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok